Лёва нарезался стремительно, в какой-то момент шепнул на несмолкающего тамаду. Они разного возраста и образования, но каждый пришел узнать, а не забыл ли он русский язык. Тотальный диктант из-за пандемии прошлой весной пришлось отменить. В этом году в разных форматах, в онлайн и офлайн, к акции присоединилось 60 стран. Забываются правила пунктуации, орфографии, когда ты только говоришь по-русски, ты не пишешь, ты забываешь. У Вероники с этим явно нет проблем. Тотальный диктант она пишет уже в пятый раз и, как всегда, с волнением. Я в первый день регистрации успела занять место в самой лучшей локации, это Шишковка. Она считается всегда самая приоритетная площадка в Барнауле. То есть вы прямо мониторили? Да, да. В былое доковидное время тотальный диктант в Барнауле проводили на нескольких площадках. В этот раз их было всего две – в Шишковке и в Ранхиксе. Да и этот зал в библиотеке раньше вмещал около ста участников акции. Сейчас, в период пандемии, число мест сократили до 25. Остальным жителям Барнаула пришлось писать диктант онлайн. Желающих, конечно, было гораздо больше на самом деле, потому что регистрация по предварительной записи на сайте тотального диктанта осуществлялась. И в первые два дня полностью площадка была уже заполнена. В этом году текст для тотального диктанта написал журналист и писатель Дмитрий Глуховский. Он известен читателям по серии книг «Метро». В этот раз впервые участники акции перед тем, как написать диктант, сначала увидели его. Краткометражный фильм «Обещание» – экранизация самого текста. И он даже заставил кого-то в зале всплакнуть. Получилось, что текст тотального диктанта для меня очень личный и немного исповедания. Сложно сказать, был ли текст диктанта сложным. Здесь все индивидуально, но над знаками пунктуации явно пришлось поломать голову. Тут даже главное не как в школе, там двойку не получить, а получить именно пятерку. А самое главное, что прийти на площадку и без зажимов, без стеснения поучаствовать в таком празднике, для всех праздники русского языка. Результаты диктанта как тест на ВИЧ анонимны. Свою оценку и ошибки все участники акции смогут узнать уже в ближайшие дни на сайте тотального диктанта. Ирина Корчегина, Николай Шелко. День с толком.